Сегодня Александр Сёмин был представлен в качестве игрока «Сокола». Подпись под договором суперзвезда НХЛ и действующий игрок национальной команды России поставил накануне, а сегодня уже провел первую официальную тренировку в составе своего нового клуба. В красноярской команде Сёмин будет играть под своим любимым 28-м номером. Новую экипировку хоккеист примерил прямо на пресс-конференции. По словам самого игрока, предложение сыграть за «Сокол» он принял довольно легко. Хотя предложения от клуба в КХЛ всё-таки были. Ну, если честно, у меня была мечта ещё, когда я уезжал, что если будет команда, я ещё раз повторюсь, я уже говорил, что если будет команда в нашем городе выступать на высшем уровне, неважно в КХЛ это или в ХЛ будет, я с удовольствием, если будет шанс, я приму его. И с удовольствием выйду и одену майку «Сокол». Может быть, для российского хоккея это первый шаг. Может быть, Саша первый, кто это сделал. Но на самом деле это замечательное решение. Переговоры очень легко у нас прошли, так как мы прекрасный Александр и руководство. Мы понимаем, для чего это нужно. О том, что Сёмин хоть и ненадолго возвращается в родную команду и будет играть за неё абсолютно бесплатно, стало известно лишь накануне. А уже сегодня с утра в кассах арены. Север невиданный ажиотаж. Люди часами стоят в очереди, чтобы приобрести билеты на ближайший матч красноярцев против команды «Кастинг Торпеда». Все знают, что будет играть Сёмин. Я не исключение. И вот видите, пять билетов купил, чтобы вместе с друзьями прийти на матч. Хочешь ли вы большого стояли? Большую, я стоял час. На сегодняшний день уже порядка 70% билетов проданы. Это действительно для развития хоккея. Это большой плюс и большой положительный эффект. Вот это для нас всех самое важное. И именно вот с этой целью решение, которое Александр принял, оно достойно уважения любого болельщика, любого соперника. Известие о том, что на время локаута в Национальной хоккейной лиге Сёмин будет играть не в КХЛ, как это сделали другие звёзды, а в провинциальном сибирском клубе, выступающем во втором по значимости дивизионе России, взбудоражило весь хоккейный мир. Ведущие спортивные издания пестрят заголовками о том, что лучший игрок финала последнего чемпионата мира возвращается домой. Кроме глубокого уважения, этот поступок ничего не вызывает. Это один из немногих людей, которые хотят, чтобы в крае у нас развивался хоккей, был большой хоккей. Думаете, народ-то пойдёт теперь на игрока? Ну, вы знаете, в последнее время у нас почему-то народ не ходит. Я думаю, что должен быть полный стадион. Однако «Соколу» необходимо будет решить вопрос о страховке игрока, ведь она весьма немаленькая, с учётом 7-миллионного оклада игрока «Каролины». Деньги будут выделены из бюджета клуба. Отмечу, что за карьеру Александр Сёмин успел поиграть за Толятинскую ладу подмосковный химик и Вашингтон Кэпиталс. Всего в НХЛ игрок провёл 469 матчей и набрал 408 очков. Несколько месяцев назад «Сибиряк» перешёл в «Каролину Харрикенс». За «Сокол» красноярец играет, скорее всего, пять домашних поединков, а затем переберётся в один из клубов континентальной лиги. Добавлю, что подробности контракта с Александром Сёмином руководство «Сокола» сегодня решило не разглашать, сославшись на коммерческую тайну. Ну а болельщиков сюда, на «Рену Север», приглашают 28 сентября, когда красноярский «Сокол» будет принимать кастинг-торпеда. Если у Вас есть свои новости, звоните лично мне, мы телефон 292-5504, или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Дмитрий Кутько. Афонтово. Новости. Субтитры подогнал «Симон»